Здравствуйте! В эфире Большая область. Программа о том, что нас связывает помимо огромной территории. В студии Андрей Жилин. Сегодня выпуски. Вместо запланированных школ пустыри и заброшенные стройки. В Сургуте пытаются понять, почему проблема нехватки школьных мест вышла на первый план городской повестки. Газ, который трудно, но можно извлечь. На Ямале работают над повышением отдачи истощившихся месторождений. Тепло родного дома. В Тюмени разбирается, кто мерзнет промозглый сентябрь и почему, а кому хорошо в любое время года. Ты больше не нужен. Новоуренгойские зооволонтеры удивлены, что выброшенными на улицу оказываются недешевые породистые собаки. В середине сентября и как дети, так и их родители в полной мере ощутили прелесть школьной поры. Дело в том, что многие города большой области подвержены болезни роста. А именно, социальная инфраструктура не успевает за строительством жилья. В этом году уже никого не удивляют школьные классы с буквами И, М или даже Я в названиях. Сургут не стал исключением. Там, правда, пока дошли только до буквы «Т». Но, похоже, остальной алфавит еще впереди. Что происходит в городе со строительством школ? В сюжете корреспондента телекомпании «Сургут.Информ.ТВ» Максима Щербакова. Пустырь со строительным мусором, огороженный забором. Так сегодня выглядит площадка, где должна быть построена школа в 20-м Амико районе Сургута. Жители Высотки по улице «30 лет Победы» наблюдают из окон такую картину с момента сдачи дома и переезда в новые квартиры. То есть с 2018 года. Николай Передерий – один из тех новоселов и молодой отец. Переехал сюда как раз с тем намерением, что через несколько лет его сын пойдет, а не поедет в первый класс. То есть построен детский сад. Замечательный детский сад. И с прицелом, что будет школа построена в обозримом будущем. Но площадка, как мы видим, там ни за стройки, ничего не идет. Хотелось бы иметь понимание, когда и в какие сроки будет построена школа. Желание понятно, особенно когда долгожданная школа должна была появиться здесь еще год назад. По крайней мере, по программе комплексного развития социальной инфраструктуры Сургута, которая есть в открытом доступе в сети, строительство СОЖ на 990 мест должно было завершиться в 2020-м. Но не просто так. В документе черным по белому прописаны слова «планируемые сроки». Планам, как известно, свойственно меняться. По программе развития образования в микрорайоне 20А предусмотрено строительство школы на 1500 мест. Строительство школы будет вестись за счет средств частного инвестора с последующим выкупом ее в муниципальную собственность в 2024 году. Еще в 2016 году во всеуслышание говорилось, что Сургуту нужны минимум 8 новых школ на 10 тысяч мест. Спустя 5 лет в городе открылись 3 образовательных учреждения. В районе ЖД в 38-м микрорайоне и второй корпус лицея Хисматулина. За это же время в 24-м микрорайоне только успели освободить от гаражей и балков участок под строительство. И на этом пока успокоились. Школы возле Ауры даже принялись строить. Но в начале этого сентября компания, заключившая концессионное соглашение на строительство, расторгла договор. Из-за роста цен на стройматериалы подрядчик оценил свои риски, а это убыток 185 миллионов рублей, и отказался от своих притязаний на контракт. А вот школа в 5-м Мамикр районе, которую ждут сотни семей на Киртбая, дальше разговоров пока не пошла. Отсутствие застройщиков, проблемы с финансированием и неизвестность. Вот что объединяет все гипотетические школы Сургута. Но радует, что есть в этой истории определенная стабильность. Озвученные в этом году цифры практически не отличаются от сказанного 5 лет назад. К Сургуту только здесь предусмотрено строительство еще как минимум 8 школ, в том числе 5, по которым сейчас заключены концессионные соглашения. То есть они уже сейчас находятся в стадии разработки, реализации. Как мы уже выяснили, заключить соглашение не значит построить. Но в нынешней ситуации ничего не остается, кроме как поверить в чиновников и надеяться на лучшее. Есть же положительный пример. Школа у премьер-арены уже на финальном этапе строительства. На этом пока все. Хотя нет. Есть еще свежие взгляды, новые подходы городской администрации. Точно надо действовать линейным способом здесь, что в городе Сургуте надо это все концентрировать. А может быть надо уже разговаривать с районом в части инфраструктурной агломерации, чтобы совместно развивать комфорт жизни, а не в границах территории. Может быть можно и в районе построить совместные школы, где смогут учиться ребята и Сургута, и района, да, а не сжимать все это в кольцо плотной застройки. О том, что с годами город фактически срастется с районом, говорят не первый раз. Строительство совместной школы может стать первым шагом к созданию крупнейшей в Зауралье агломерации. Другой вопрос, что построить такое образовательное учреждение мало. Как минимум нужно обеспечить доступность, то есть перестроить дорожную сеть, а с ней работу общественного транспорта подстроить под запросы школьников. Это и в нынешнее время проблема. Тут, как в случае с любым маломальским масштабным планом, от слов нужно переходить к делу. А то, пока идут разговоры, а стройки стоят, одни дети могут успеть закончить переполненную школу за километр от дома, а другие прийти на их место. Цены на газ в Европе бьют рекорды. Они впервые в истории доходили до 970 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, голубое топливо с конца августа подорожало на треть. Может быть, поэтому наши газовики в большой области прикладывают дополнительные усилия для улучшения процесса добычи углеводородов. На эту тему у производственников масса идей. Например, на Западно-Таркасалинском газовом промысле разрабатывают проект по механизации добычи конденсата. На Губкинском внедряют инновационные способы эксплуатации скважин. Какие еще ноу-хау применяют газовики, узнала корреспондент губкинской телекомпании «Вектор» Елена Канина. Это монтаж трансформаторной подстанции и воздушных линий электропередач на Западно-Таркасалинском газовом промысле. Работу на объекте ведет бригада из шести человек. С помощью новой трансформаторной подстанции отечественного производства газовики планируют обеспечивать энергией 506-ю скважину. В настоящий момент она в бездействующем состоянии. Мы решили применить технологию, которая уже опробована на северных подразделениях ПАО «Газпром». Это добыча газоконденсатной смеси с помощью погружного насоса типа ЭЦН. Так как у нас будет проводиться опытно-промышленная эксплуатация, то мы сейчас не можем говорить о каких-то конкретных дебетах. Мы оцениваем возможность добычи именно таким методом газоконденсатной смеси. И, соответственно, при положительном результате мультиплицировать еще на несколько скважин, которые у нас находятся также в бездействующем фонде. После монтажа произведут пусконаладку оборудования, опробирование, а затем запустят в промышленную эксплуатацию. Газовики говорят, что в соответствии с проектом по механизации добычи, до конца этого года 506-я скважина вернется в строй. Современные технологические решения по повышению эффективности эксплуатации газовых скважин внедряют и на Губкинском газовом промысле. Здесь идет процесс оснащения обводняющихся скважин концентрическими лифтовыми колоннами. Технология предназначена для выноса жидкости из ствола скважин. То есть за счет снижения диаметра увеличивается скорость и жидкость выносится из ствола скважин, что позволяет скважине бесперебойно работать. Если до применения этой технологии эту скважину 1-2 раза в неделю продували на факел, для того, чтобы скважина работала, теперь с применением данной технологии этого не требуется, и скважина работает стабильно. По словам специалистов, такой способ эксплуатации скважин сегодня входит в число наиболее перспективных технологических решений. Позволяет получить прирост добычи и обеспечить эффективную работу скважин. На этом инновации не закончились. В настоящий момент на Губкинском газовом промысле идет большая работа по забурке боковых стволов скважин. По проекту у нас заложено 12 скважин. Но будет поэтапный год. По сути сейчас 2 скважины в этот год. И по результатам забурки боковых стволов на 2-2 скважинах, если будет эффект доказанный, то, соответственно, будут транслироваться уже на остальные скважины. Планов много. Газовики говорят, сегодня в приоритете инновационный подход. А он позволяет кратно повысить эффективность производственных процессов и стабильно обеспечивать выполнение плановых показателей по добыче и наращиванию мощностей. Именно газовикам пригодится новенькое изделие тобольских судостроителей. Несамоходный сухогруз класса «Река-море», спущенный на этой неделе на воду под Тобольском. Судно назвали «Салехард», а ждут его в Сабетте, Новом порту и Харасавэе. Подробнее корреспондент телекомпании «Тобольское время» Ольга Куричко. В этот день, кажется, ликовал весь поселок Сумкино. К 70-летию завода судостроители подготовили подарок, построили баржу-площадку. Таких в Опертырском бассейне еще не было. Здесь принимали активное участие и ветераны, которые работали и работают на этом предприятии. И надеюсь, что их опыт помогут нам с вами возродить эту отрасль и сделать этот завод самым просветающим. Это настоящий праздник не только для Тобольска, но и для всего региона. И мы уверены, что с этим событием наше предприятие будет иметь новые и новые заказы. Меньше года собирали несамоходное транспортное средство на мощностях местного завода. Со времен Советского Союза здесь хорошо сохранили 4 цеха, слип. Общая грузоподъемность здесь такая, что дает возможность подъема до 10 крупных судов. В 20 веке здесь, в Сункино, было построено около 50 водометных судов. Но 10 лет назад здесь сделали еще один шаг к возрождению судостроения. По заказу нефтяников здесь изготовили буксир-толкач речной. Но это же баржа. Это класс уже река-море. Она грузоподъемностью 5000 тонн и длиной 110 метров. Ширина 18 метров. Высота борта 4,5. Ширина и специалисты утверждают, что 30-сантиметровый лед она будет переносить уверенно. Судну дали название Салихард, полагая, что ему предстоит работать на Ямале, в Обской губе и в Карском море. Программу, которую Путин поставил, Севморпу сейчас очень масштабно осваивается. То есть куча проектов. Вот это судно как раз будет ходить на маршрутах Севморпути. Изготовление этой баржи открыло новую страницу истории завода. В его названии появилось слово «судостроительные». Обновили парк сварочного оборудования в основном и сварочные полуавтоматы, каретки, трактора сварочные. Купили вторую плазменную машину большую от компании САП. И с производительностью 8 раз выше, чем которая у нас была до этого. Но у нас в перспективе начало строительства самоходного флота. Силы есть. За короткое время коллектив завода вырос до 380 человек. Появились уже свои передовики. Для строительства нового судна привлекались лучшие бригады судосборщиков России. Работая рядом с ними, учились местные кадры. Радость, конечно, испытываем. Тяжело далась. Персонал опытный, да. Давно работают судосборщики, сварщики. Все квалифицированы в высокой квалификации ребята. Пришли вам молодежь. Баржу торжественно спустили на воду. Пожила в 7 футов под Келем. В октябре здесь приступают к новому заказу по изготовлению несамоходного судна под названием «МИМАЛ». Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. Это «Большая область». Мы продолжаем. И вот, что вы увидите далее. Тепло родного дома. В Тюмени разбирается, кто мерзнет промозглый сентябрь и почему. А кому хорошо в любое время года. Ты больше не нужен. Новоуренгойские зооволонтеры удивлены, что выброшенными на улицу оказываются не дешевые породистые собаки. Сентябрь за исключением первой недели выдался в Большой области, в том числе и на юге региона, довольно промозглым. Тюменцы непривычно рано заговорили о начале отопительного сезона. И здесь выяснилось, что жители новых домов находятся в более выгодном положении. Зачастую там автономные котельные, их уже начали включать. А вот когда батареи потеплеют в домах с централизованным отоплением, узнала корреспондент Тюменской службы новостей Мария Павленко. Кроме того, она выяснила у живущих за границей тюменцев, как с этим обстоят дела в Англии и Китае. Процесс пошел, однако просто повернуть кран недостаточно. Теперь необходимо отрегулировать подачу тепла в многоквартирники. Здесь важно, чтобы приборы были заполнены теплоносителем равномерно на всех этажах. Поэтому надо быть готовыми к внезапным визитам сотрудников управляющих компаний. До сих пор в городе много домов, где необходимо попадать в верхние квартиры для организации сброса давления. Это нормально, что в ближайшую неделю две возможны визиты сотрудников управляющих компаний, которые просто будут стравливать воздух с верхних этажей. С виду эти дома на проезде Солнечный одинаковые, хотя у них есть одно главное отличие – платеж по квитанции. Еще в январе жители дома номер два забили тревогу из-за высокого тарифа на отопление. Тогда ситуацию обещали исправить. Сегодня в областном парламенте приняли законопроект, который уравняет коммунальные тарифы в домах разных годов постройки. С таким предложением на днях к депутатам обратился Александр Мор. Сейчас департамент начал расчет новых льготных тарифов, и с 1 октября мы планируем, что они будут применяться. Соответственно, за сентябрь жители получат в платежках еще расчеты по старым тарифам, по дифференцированным. В Тюмени средний тариф за отопление примерно 1800 рублей. И если кому-то это кажется дорого, то можно обратиться к опыту других стран. Мария переехала в Лондон из Тюмени. Сейчас там плюс 20, но уже в ноябре ей придется включить электрический бойлер. Выходит около 40 фунтов. Это чуть больше 4000 рублей. И так живут большинство англичан. В комнатах также у нас стоят батареи. И вот примерно так выглядит бойлер. Он у всех одинаковый. Он так вот выглядит у нас. Мы здесь регулируем холодную, горячую воду. А вот Александр Рябов из Китая уже забыл, что значит платить за отопление. Зимой температура воздуха там редко отпускается ниже нуля, и теплосетей нет вовсе. Зато приходится включать обогреватели, которые наматывают сотни юаней. Электричество в Поднебесной очень дорогое. Китайцы очень сильно любят проветривать помещения и могут делать это 24 часа в сутки. Поэтому они готовы сидеть в верхней одежде, в куртках, в термобелье дома, но при этом не закрывать окна. Многие пользуются обогревателями, либо кондиционерами. Обогреватели и кондиционеры выручают сейчас и тюменцев. Батареи в большинстве районов города еще холодные, ведь процесс подачи тепла постепенный. Если в домах возле ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 они уже набирают нужную температуру, то в центре областной столицы и в заречной части города еще нет. Дольше всех ждать тепла традиционно придется жителям района Дома обороны, а также частного и промышленного секторов. Мария Павленко, Евгений Проскуряков, Тюменская служба новостей. Ты больше не нужен. В Новом Уренгое волонтеры отмечают сезонный рост количества выброшенных собак и кошек. Бывшие хозяева не хотят думать о том, что в условиях Ямала улица почти верная смерть для прожившего несколько лет дома и неприспособленного к ней животного. Подробности у корреспондента телекомпании «Импульс» Юлии Шарковой. Они его предупредили. Возраст, дату, сколько лет, как зовут. Все ему привязали и они ушли спокойно с коляской, с маленьким ребенком. История стара как мир. Бывшие хозяева этого очаровательного шарпея, наверное, не читали экзюперия. Потому нести ответственность за того, кого приручили 9 лет назад, они более не желают. При этом Джесси, так зовут брошенного пса, очень бодрый и игривый, несмотря на свой возраст. Однако гулять с другими собаками здесь, в центре, у него не получается. Они его не воспринимают. Он как бы домашний, он привык по-домашнему. Там хвостиком виляет, там пытается поиграть с ними. А эти-то, они уличные, они не привыкли к такой ситуации. К сожалению, такие истории в нашем городе не редкость. В сезон отпусков служба отлова находит породистых и ухоженных питомцев. Однако на объявления никто не отзывается. То же самое происходит с кошками, обнаруженными в подъездах. Директор городского приюта Екатерина Чернолихова к себе домой забрала трех собак. Две из них чистокровные. Мальчик-лабрадор, девочка породы маламут. И дворняга, которого нашли с травмой головы. Кто-то ударил бедолагу лопатой. По лабрадору вообще отдельная история. Мы нашли заводчика по клейму. А он бегал где-то в Новом Рингу. Да, он бегал с весны, начиная на лыжной базе, возле речки, по всей северной части города перемещался хаотично. Постоянно о нем публиковали объявления о том, что найден пес. Найден пес, но вроде бы такой контактный и абсолютно адекватный. Но, как оказалось, никто его так и не ищет. И никому он так и не нужен. Более того, при осмотре девочке маламута выяснилось, что она беременна. Так что в скором времени придется пристраивать. И ее ищенят. Тем не менее, Екатерина надеется, что животные все же обретут любящих и, главное, ответственных хозяев. Сидеть, лежать. Сейчас в центре «Подари мне жизнь» находятся более 15 породистых собак, которые были найдены этим летом. Их хозяева не объявились. Им всем ищут новый дом. Юлия Шаркова, Павел Михайловский, Служба новостей. Импульс. В Нижневартовском районе в Орб выпустили мальков сибирского осетра, привезенных из Тобольска. Этот ветры бы появился на земле задолго до человека, но сейчас он находится на грани исчезновения. Чтобы ровесников-динозавров смогли увидеть наши потомки, в Югре действует проект «Сохраним сибирского осетра». Вместе с волонтерами мальков выпускал корреспондент телевидения Нижневартовского района Михаил Светышев. Эти малыши проделали долгий путь. От Абалакского рыбоводческого завода на двух камазах в специальных емкостях до берега Аби в районе Ермаковской переправы. После выгрузки и взвешивания мальков осетра выпускают в реку. Расти большим, маленький осеток. 79 тысяч маленьких осетров отправились обживать водные просторы Аби. Далеко не все из них дадут потомство. В природной среде выживут меньше 2% мальков. Но только так можно вернуть исчезающие виды рыб в реки Югры. Основная проблема осетра, как и других наших проходных видов рыб, в том числе муксуна и нельмы, это то, что значительные его нерестилища утрачены при строительстве Новосибирского водохранилища. Поэтому сейчас задача восстановления популяции сибирского осетра заключается вот именно в искусственном воспроизводстве, потому что на данном этапе он не сможет сам восстановиться, только с помощью человека. Ежегодно в реки Югры выпускают 200 миллионов искусственно выращенных мальков редких и исчезающих видов рыб. Акция «Сохраним сибирского осетра», которая прошла на Аби, только начало масштабного проекта по восстановлению биологических ресурсов региона. То, что выпускается сегодня небольшое количество, но это только начало, я так думаю, что это только начало большим событиям, которые ждут нас впереди. Ну и со своей стороны будем стараться способствовать этому. Я здесь живу 61-го года, поэтому лично я, как коренной житель этого района, я очень рад, что сегодня выпуск здесь производится. Разведение мальков и сетра в искусственных условиях – процесс трудоемкий и затратный. Людям необходимо научиться бережно относиться к природе и собственным ресурсам, говорят организаторы проекта. Конечно, мы должны сегодня проводить разъяснительную работу в детских садах, школах, колледжах, вузах. Потому что бракарьеры ищить нельзя. Ну, федеральный уровень такой приняли, довольно-таки они жесткие. Проект «Сохраним сибирского осетра» реализуется в Югре уже три года. Помимо общественников и местных властей, в нем принимают участие крупные предприятия нашего региона. Михаил Светышев, Сергей Максимчук, телевидение Нижневартовского района. Ямальский туризм. Благодаря социальному проекту «Родные города» в 83-х километрах от Ноябрьска в поселке Вынгапуровский появилась почти настоящая деревня, крестьянская, с местным колоритом. Первыми там, конечно, побывали ноябрьцы. А вместе с ними корреспондент телекомпании «Ноябрьск-24» Айгуль Ташбулатова. У нас вообще изба зажиточная в этой деревне. Самая богатая. Так бы я сказала. Полное погружение в старину. Крестьянские наряды, стилизованные избы и даже говор. Оконя в этот день доносилась из каждого уголка. На старорусском диалекте встречали во всех подворьях. Мы общались с коллегами, мы готовились вместе. И каждый день говорили вот таким говором. И к этому вот привыкали. В центре внимания интерьер, стилизованный избыстриди домашней утвари, а настоящий раритет. Жернова, которым почти 130 лет, или вот такая прялка. Её привезли из Ярославской области для пополнения музейной коллекции. Точно год не скажу, но начало 20 века. Её привезли из деревни. Там она уже за ненадобностью, видать, кому-то не нужна была. А нам она в музее очень нужна. Дотронуться и более того, поработать с таким редким инструментом мог каждый желающий. Наверное, нашим бабушкам и прабабушкам вставляло удовольствие не только прячу, наверное, что и с этим механизмом справляться. Очень интересно, спасибо большое. Это на самом деле очень интересный механизм, с которым нужно знакомиться. Эт натура в Ингапуровске идея, подсказанная статистикой. На одном из семинаров подсчитали, что из 30 ноябрьцев половина никогда не была в отдалённом микрорайоне. Мы любим очень наши микрорайоны, поэтому мы решили, что нужно сделать вот такой вот интересный тур, тур выходного дня и показать возможности в Ингапура вот с точки зрения туризма, близкого туризма, который тут совершенно за 5 часов можно совершить необыкновенный тур со своими детьми, со своими родственниками, друзьями и прекрасно провести время. Ну всё загадали желание, это кулачки сжали, чтобы наш блинчик получился. А метровый в диаметре блин не просто в приготовлении. Чтобы испечь такой, нужна сноровка не одного, а целых пяти человек. Хлопотное дело не осталось неблагодарным, от угощения не было отбоя. Совсем-совсем большой блин у нас, ну конечно, честно говоря, не совсем удался, но мы не расстраиваемся, мы верим, что у нас всё равно испечётся, получится, поэтому вот с нашими гостями мы пробуем. Угостившихся блинами гости ожидали в другой горнице. Здесь мастерицы учили ремеслу. Хохломская роспись – одна из самых красивых. Украсить гипсовый кувшинчик и забрать его на память захотели многие. Очень красивые изделия, если в полной мере вот так вот реализовать его, как оно в окончательном виде выглядит. Я бы хотела такое сделать для себя дома, чтобы было у меня. Среди участников Этнатуры не бывавшие здесь ни разу, так и те, кто приезжал сюда десятилетия назад. По мнению гостей, посёлок за это время изменился и похорошел. Вы прежде до этого были в Ингапуровском? Очень давно, лет 30, наверное, назад, когда это была деревушка. Мне очень понравилось. Как-то необычно это всё. Приятно. Приятно как бы самообщение, приём. Участники Этнатуры совершили путешествие по крестьянской деревне и в течение полутора часов смогли познакомиться с укладом и бытом наших предков. Многие высказали желание вернуться сюда вновь, уже с друзьями и родственниками. Айгуль Тушблатова, Сергей Павлов, Ноябрьска, 24. Такую увидела картину жизни в регионе творческая группа программы «Большая область». В студии был Андрей Жилин. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!